Всем привет! На этой неделе было много интересного. Мы отобрали самое важное для вас. Смартфон Джеффа Безоса взломали, Google работает над конкурентом Slack, а коронавирус повлиял даже на работу IT-компаний. Поехали! Очередное подтверждение, что от слива данных не застрахован никто, даже самые влиятельные люди планеты. Вот, к примеру, Джефф Безос. В 2018 году саудовский принц Мухаммед бин Салман скинул ему видео в WhatsApp, но не простое, а с вирусом. Он вытащил из телефона основателя Amazon кучу данных. Как так случилось, никто до сих пор не понял. В ООН призывают провести расследование и выяснить. Последнее время у крупных компаний тренд на корпоративные приложения. Все, кому не лень, пытаются сделать аналоги Slack. На очереди Google. Компания уже сама запарилась сотней своих сервисов и хочет объединить их во что-нибудь действительно полезное. В новом корпоративном продукте от Google будут Gmail, Drive и Hangouts. Надеемся, что этот сервис не пополнит кладбище продуктов компании. Ну и главная новость недели – коронавирус. Понимаю, что уже всех закошмарили и читать об этом просто невозможно, но ничего не поделать. Из-за эпидемии, например, проблемы у Apple. Предприятия в Китае сказали, что возможно не справиться с запланированным графиком производства. А компания ограничила количество бизнес-поездок в Китай, предложила поддержку китайским сотрудникам и закрыла одну розничную точку в стране. В других магазинах сокращено рабочее время. Ну что тут скажешь, и вы не болеете. Ну еще немного Google напоследок. На этой неделе развернулась целая драма. Сначала компания показала, как будет теперь выглядеть реклама выдачи. Разницы в дизайне рекламных блоков и остальных результатов выдачи практически не было. Только маленькая подпись реклама перед ссылкой. В Твиттере все, конечно, сбунтовались, поэтому компании пришлось прислушаться. Теперь она в очередной раз переделывает дизайн рекламных блоков. Вот такие новости на этой неделе. Берегите здоровье, заботитесь о своих данных и не забывайте подписываться на наш канал и жать на колокольчик. До следующей недели!